МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире исторический журнал «Власть. Факта». Мы связываем факты прошлого и настоящего и ищем в них смысл истории. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком? Пушкин заботился о своих ногтях, чему свидетельством портрет кисти Кипренского. Но о красе ногтей человек думал не всегда и не везде. Многие века это считалось занятием бездуховным. Следовало заботиться о душе, а не о чистоте телесной. Вообще чистота – понятие условное. Разные страны в разные эпохи понимали ее по-разному. Наша сегодняшняя программа о всемирной истории чистого тела. Сегодня в программе. Наследство Беспасиана. От римской латрины до советской уборной. Русский куафер Иван Андреев. Мировая слава короля парикмахерского дела. На губах-то же, на щеках-то же, на бровях-то же. Целовать где же. Советские духи и косметика треста жировой промышленности. Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Баня – это наш национальный проект. Своего рода тест на русскость. Русский человек должен уметь вынести три стихии. Мороз, водку и баню. Карамзин рассказывает, что Дмитрий Самозванец никогда не ходил в баню. И поэтому москвичи считали его нерусским. А восходит банная традиция в самую глубину веков. Диво видел я в славянской земле. Видел бани деревянные. И натопят их сильно. И разденутся, и будут наги. И обольются квасом кожевенным. И поднимут на себя прутья молодые. И до того себя добьют, что едва вылезут чуть живые. И обольются водою студеную. И только так оживут. О таких чудесах, согласно повести временных лет, поведал апостол Андрей удивленным римлянам. Для славян омовение имело не только гигиенический, лечебный, но и глубокий сакральный смысл. Они верили, что баня все грехи смоет. В бане парились и мылись все, невзирая на сословие, раз, а то и два раза в неделю. В Европе в это время купание было запрещено церковью. А бани, наследники римских терм, считались обителью разврата. Первая русская баня открылась в Берлине в 1812 году. Позже они появились в Париже, Берни и Праге. Но сильно растапливать их европейцы не решаются до сих пор. Для них наше удовольствие от добровольного сидения в печи так и осталось одной из загадок русской души. Над разгадкой этой самой загадки бьются этнографы и антропологи. В частности, на факультетах словистики американских университетов преподается книга Даниэля Ранкура Ла Ферьера о душе России, где он выводит свойства этой самой души из ритуала в бане, где люди хлещут друг друга вениками. И изумленный иностранец не может понять и приписывает это некому изначальному мазохизму русского народа. О ритуалах чистоты беседуем с нашими сегодняшними гостями. Это Людмила Алябьева, историк моды. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер. И Дмитрий Пузаков, научный сотрудник Государственного исторического музея. Добрый вечер. Начнем с бани. Если это место, где все грехи смываются, бани все грехи смоют, то как относилась к бане церковь? Вообще к мытью и окомовениям относились с большим подозрением, скажем, в Европе. И почему? На самом деле это связано с мифом о воде. Потому что при погружении тела в воду, особенно если вода была горячей, считалось, что открываются поры. И через эти поры в тело может проникнуть вода. И тем самым тело становилось... С водой зараза. Во-первых, оно становилось нечистым. Тут важно было не то, что оно становилось чистым, а что оно становилось уязвимым. Они ужасно боялись чумы, и не только чумы. И, собственно, вода поэтому находилась под большим подозрением. Действительно так, потому что церковь воспринимала, как бы считала, что человек должен заботиться больше о чистоте духовной, душевной, нежели о чистоте телесной. В общем, считалось, что если человек при крещении его омыли святой водой, этого должно хватить на всю оставшуюся жизнь. И омовение очень часто воспринимается здесь как медицинская процедура, после которой люди очень часто болели. Так, например, вот Людовика XIV его там раза три мыли в медицинских целях, и каждый раз после этого он чудовищно совершенно болел. Я вспоминаю, по-моему, это была Изабелла Костильская, 15 век, которая сказала, что мылась два раза в жизни. Она очень гордилась, что первый раз при крещении, а второй раз перед свадьбой. Перед свадьбой. Да, такое было. А перед свадьбой просто существовал обряд, да, необходимо было вот это вот омовение, но это именно, как бы, подчеркивая, начало подчеркнуть обрядовую сторону всего этого, никакого отношения реально к гигиене это не имело. Дивный такой фильм «Собака на сене». Очень редко можно, как бы, видеть туалет знатного господина, вот там приносят человеку тазик с водой, он так обмакнул пальчики, промыл глаза, все, это вот весь его туалет. Да, одно время, так сказать, действительно мылись. А потом, когда появилась одежда, которую можно было менять, вот это некоторым образом оттолкнуло людей от того, что нужно тело содержать в тестоте. Ну да, поменял рубаху. Как бы, вроде, вроде снова чистая. Да, на самом деле это в 13 веке произошло, тогда появляется нижнее белье. Да. И самое интересное, что нижнее белье, оно как бы служило буфером между грязным телом и чистой внутренностью одежды, потому что одежду-то было дорого стирать, одежды было мало в гардеробах. Вы знаете, говоря о гигиене, о чистоте человеческого тела, не можем не вспомнить о неизбежном спутнике человеческой цивилизации, о той вещи, которая в культуре табуировала, окружена молчанием, некой лакуной. Речь идет о туалете. Японская туэра, римская латрина, британский ватер-клозет и советская уборная. Без сомнения, места общего пользования могут много поведать о нравах эпохи и традициях целых цивилизаций. Третье тысячелетие до нашей эры. Крепость Махенджадара. Здесь, на полуострове Индостан, люди цивилизации Хараппи впервые создали нечто напоминающее туалет. Нечистоты из заведений, устроенных у внешних стен домов, стекали в уличные канавы. Деньги не пахнут. Так римский император Веспасиан ответил своему сыну Титу, который упрекнул его за введение нового налога на общественные туалеты. Ведь император нарушил древний закон. Места общего пользования, как и бани, должны быть бесплатными. Древний Рим со своей культурой воды возвел гигиену на недосягаемые высоты. Величественные развалины терм-каракалы и сегодня поражают воображение. В эти заведения ежедневно, а то и дважды в день, ходили не просто мыться. Здесь общались, занимались спортом, внимали артистам. У древних римлян вместительные туалеты-латрины находились при банях и не предполагали уединения. Посетители размещались по периметру залов, украшенных фонтанами и мозаиками, и могли свободно предаваться беседам о стаицизме или о новой эпиграмме Сенеке. В IV веке н.э. в Риме было 144 общественных туалетов. В 1183 году завоеватель Фридрих Барбаросса едва не погиб вместе со всем своим рыцарством. В Варфордском замке рухнул пол над вогребной ямой. Но в средневековье большая часть европейцев не знала даже таких примитивных туалетов. В конце XIII века в Париже был издан закон. Выливая ночной горшок из окна, нужно кричать «Осторожно, вода!». По описанию многих гостей города, среди которых был великий Леонардо да Винчи, на улицах Парижа стоял жуткий смрад. Первый общественный туалет в городе красоты появился лишь в XIX веке. Правда, предназначался он только мужчинам. Женские журналы саркастично назвали эту металлическую колонну императорским именем Веспасиан. В России Петр I завел не только регулярную армию и флот, но и общественную уборную. Правда, только для придворных. В его зимнем дворце был устроен первый ретиратник, от французского «ретирер» – «убирать». Слово красивое, но на самом деле обычный деревянный домик с дыркой в полу, который, как правило, находили по запаху. Лишь через 160 лет после Петра на Михайловской площади в Санкт-Петербурге появился первый стационарный общественный туалет. Он был оборудован по последней европейской моде – два пессуара, два ватер-глозета и даже небольшая комната для сторожа. Однако петербуржцы все равно предпочитали использовать маленькие дворики перед входом. Что делать, сокрушался архитектор Мерц, построивший туалет. И на это нужно время, и на это нужны годы, чтобы приучиться. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. В 1921 году Ленин пообещал, что после победы мировой революции общественные отхожие места будут делать из золота. Но изменить роль благородного металла большевики так и не сумели. Зато качество мест общего пользования вернули ко временам Петра Первого. А народ превратил стены туалетов в своеобразную дискуссионную площадку, где, не стесняясь в выражениях, писал все, что думал. История туалета – это история человека, это то, что нас всех объединяет. Слово «унитаз» испанского происхождения обозначает единство. Так сто лет назад называлась испанская компания по электрификации страны. И вместе с изоляторами она производила другие фаянсовые изделия, которые получили название «унитаз». Скажите, ну вот унитаз – это, так сказать, туалет, это некая была общая вещь. С какого момента туалет становится частной, приватной вещью, которую не могут видеть остальные? Ну, скорее всего, это происходит где-то в середине XVIII века, ближе к концу. Потому что вот как раз у нас тут прозвучала идея по поводу того, что присутствовать при туалете было не так редким. и возможность присутствовать при туалете знатного человека. Тем не менее, это не совсем так, потому что как раз-таки присутствие при туалете, причём даже при таком интимном, было очень распространённым делом. Как я понимаю, король Людовик XIV мог принимать подданных, сидя, восседая на… Да, 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 так сказать, вполне как бы было. Про Версаль вообще сложно говорить, потому что там это решалось вообще очень своеобразно, потому что народ-то справлял нужду, где придётся, народ, попав в Версаль, старался оттуда уже не уходить, потому что опасались просто очутиться вне поля зрения короля. Мы по себе не представляем, что вот этот запах этих садов, запах тел, всё это было совершенно ужасно. Поэтому есть легенда о том, что и духи-то были придуманы для того, чтобы забить запах вот этого нечистого, немытого тела. И в этом отношении, по-моему, Англия была на шаг впереди Франции. И Лондон был гораздо более чистый город, да, и привычки английской аристократии, уже джентльмена. Дэнди, я бы сказала. И для них, собственно, вот эта вот чистота, наряду с таким особым вниманием и тщательностью, с которой они подбирали туалет, это было как бы таким, ну, своеобразным манифестом. Это было в основном распространено, собственно, родилось в Англии, да, связанное с именем Джорджа Брамела, известного Дэнди. И потихонечку стало распространяться и на всю Западную Европу. Но Лондон действительно, и англичане, они как бы ассоциировались с какой-то большей чистотой, чистотой. Тем не менее, 1858 год в историю Лондона вошел как год Великой Вони. Потому что все, что сбрасывалось в Темзу, забродило и всплыло. Пришлось даже прерывать несколько раз заседание парламента. В то время проблема-то решалась достаточно просто. Это просто все сбрасывалось в реки. Но англичане, да, действительно, они, пожалуй, первыми, кто занялся этой проблемой, так сказать, серьезно. Первый ватер-клозет был предложен Елизавете Первой, ее придворным. Он как бы придумал вот эту чашу со сливом воды, но, тем не менее, пальму первенства принадлежит Томасу Крэперу, которому приписывают изобретение вот этого сливной трубы У-образное. Они действительно были первыми, кто стал, так сказать, пользоваться таким приспособлением, совершенно бессмертным изобретением Крэпера, как ватер-клозет. Людмила, а когда начинает табуироваться тема туалета в культуре? Ну, это происходит где-то во второй половине уже XVIII века, когда, собственно, туалетная комната становится комнатой, потому что именно тогда при строительстве уже начинают, собственно говоря, в проект закладывать отдельную специальную комнату под вот такие вот нужды человека. И тогда же, наверное, в языке начинают появляться эфемизмы, да? Вот как дед Щукарь ходил до ветру, сейчас говорят, пойду ознакомлюсь с планировкой, да? Или как там у костра сидят люди, пойду проверю растяжки. Ну, наверняка, думаю, так оно и было, конечно. Потому что, собственно говоря, вот пуризм культуры, да, он, конечно, в основном, я так думаю, что после революции французской, викторианской Англии, если уж они ножки пианино специальными чехлами укрывали, чтобы не было ассоциации неприличной с женскими ногами, то, наверное, я думаю, что они при этом в туалет ходили тоже каким-то особенным образом. Но все-таки тема... В кабинете, да. И вы знаете, вот на фоне этого все возрастающего табу на эту тему в европейской культуре, тем была откровение революция 1917 года, своя революция 1917 года. Это год, когда Марсель Дюшан выставил на обозрение общественности писсуар. Я швырнул им в лицо полку с писсуаром, и теперь они восхищаются их эстетическим совершенством. Так в 1962 году Марсель Дюшан писал о созданном им в 1917-м фонтане. Этот писсуар, подписанный псевдонимом «Эрмут», что значит «дурак», положил начало целому художественному направлению, который сам художник назвал «реди-мейд». Мастер считал, что банальные готовые предметы можно поднять на уровень великих произведений, если вложить в них некую идею. Сегодня эксперты утверждают, что это самый значимый писсуар в истории человечества. Ведь именно с него началось все современное концептуальное искусство. И еще этот самый дорогой в мире писсуар, оцененный в 3 миллиона 600 тысяч долларов. Здесь, мне кажется, некая гениальная интуиция Дюшана – слияние туалета и культуры. Ведь, давайте признаемся, люди читают в туалетах. Это было знаменитое такое откровение в Улисе Джойсовском, когда Блум читает, сидя на туалете. Люди пишут на стенах туалетов. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке – Высоцкий. А поэт Тимур Киберов создал целую поэму «Сортиры». А вот такой вопрос, скажите мне, почему в России такие традиционно грязные отхожие места? Есть у вас какое-то объяснение? Ну, публичное пространство. Если не мое, зачем я буду, собственно говоря, там сильно стараться? Все вокруг колхозное, все вокруг мое, да? Я думаю, что у нас просто с понятием публичного, да, вот как бы улицы тоже, в общем, и сортиры, да, тем более. Очевидно, это еще вызвано тем, что большая масса людей переместилась из сельской местности в города. И этих людей нужно было просто элементарно обучить в 20-30-х годах просто веселье, плакаты в учреждениях государственных, просьба на пол не плевать. Потому что, скажем, в крестьянских домах полы были зачастую просто земляные. Поэтому, так сказать, как бы все это уходило в землю и как бы особо нужды не было. Точно так же, как когда замостили первые улицы в Европе, чтобы было чище, то выяснилось, что стало еще хуже. Потому что, если грунтовые улицы, вот эти узенькие европейские городов поглощали все, что на них выбрасывали, то на мостовой это все оставалось просто лежать. Улицы превращались просто в случае дождя, просто в болото. Правда, потом в Париже особым указом королевским было повелено предупреждать о том, что вы выливаете. И якобы даже мода на широкополые шляпы появилась для того, чтобы предохранить вот эту дорогую одежду и парики от того, что летело сверху. Я бы очень хотела вспомнить в этой связи антрополога, известного Мэри Дуглас, которая написала в свое время потрясающую книжку «Чистота и опасность». И она сформулировала, мне кажется, вот такую идею, которая очень актуальна для нашей сегодняшней передачи, что абсолютной грязи не существует. Потому что если мы себе представим, что было грязью для тех людей, которые ходили по парижским улочкам в 18 веке и в 17-м, и то, что является грязью для нас, это совершенно разные абсолютно вещи и культурные конструкции. Вы знаете, а я думаю, что к вопросу о гигиене и культуре есть еще очень интересный персонаж в мировой, но и в частности в европейской культуре. Это цирюльник, парикмахер. В 1900 году в Париже на Всемирном конкурсе парикмахеров русский куафер Иван Андреев произвел настоящий фурор. Он сорвал чуть ли не весь призовой фонд и получил диплом на звание профессора парикмахерского искусства. По традиции победителя усаживали на золотой стул. Но на этот раз восхищенная толпа подхватила трон с триумфатором и пронесла его вокруг Монмартра. Именно с Францией связан невероятный расцвет индустрии красоты. Уже в 17 веке в Европе появилось выражение «выглядеть по моде», а-ля мод, что значило одеваться и причесываться на манер придворных Людовика XIV. Личный парикмахер супруги короля Марии Антуанетты, Леонаро Тье, пользовался славой истинного художника. На голове Ее Величества он воплощал самые невероятные сюжеты. Над знаменитой 70-сантиметровой прической Бель-Пуль, в честь фрегата, одержавшего победу над английским судном, Отье, стоя на лестнице, трудился около 10 часов. С Великой Французской революцией закончилась история абсолютной монархии и Марии Антуанетты, но не парикмахерского искусства. Отье эмигрировал в Россию. После наполеоновских войн его примеру последовали еще сотни парижских парикмахеров. Здесь они поставили свое дело на широкую ногу. О них говорили «стригут и бреют, и карманы греют». В это время и появился на свет тот, кому предстояло составить французам серьезную конкуренцию. Иван Андреев родился в Калужской губернии в семье крепостных. В 1861 году, получив вольную, мальчик пешком отправился в Москву, где стал учеником цирюльника Артемова в заведении на Сретенке. Это считалось удачей, так как работа была в парикмахерской. Чаще русские цирюльники ходили с деревянным стулом на шее по базарам и улицам, зазывая клиентов своими забавными присказками. На протяжении многих веков во всем мире цирюльники совмещали в себе три специальности – парикмахера, хирурга и донтиста. В средневековой Европе священники, занимавшиеся медициной, нанимали себе в помощники парикмахеров, которые лихо умели пускать кровь. Знаменитый врач Амбруас Паре, заложивший основы хирургии, тоже был парикмахером. Окончательно граница между профессиями врача и цирюльника пролегла лишь в XIX веке. На рубеже XIX и XX столетий старик-парикмахер Иван Андреев в своем собственном парикмахерском салоне трудился над прической однофамильца – писателя Леонида Андреева. Зашел разговор о жизни. Мэтр парикмахерского дела поведал литератору, как, будучи учеником, спал на полу, вставал в пять утра, чистил хозяину сапоги и за водой бегал, как его били розгами. Писатель потом положил эту историю в основу своего грустного рассказа «Петька на даче». Но в жизни Ивана Андреева все произошло иначе. После девяти лет ученичества он поступил по контракту в парикмахерскую Агапова и вскоре смог открыть собственный салон. А потом – громкая победа на всемирном конкурсе парикмахеров в Париже, мировая слава, иллюстрации в модных журналах Европы, очереди и засоб высшего света. Андреев был талантливым мастером и умел ценить красоту, которая, по его мнению, всецело зависела от изящества прически. Ну, вообще, парикмахер – это чистота? Это некая профессия чистоты? Или он больше связан с искусством, с модой? Если представить себе те конструкции, которые изобретали и возводили на головах, как у мужчин, так и у женщин, то, в общем-то, говорить здесь о чистоте довольно условно мы можем только, потому что, если вспомнить эти прически, напомаженные волосы, то, поскольку эти прически носили, то опасность заражением банальным педикулезом была настолько велика, и, собственно говоря, они практически очень многие-то им страдали. Ну, если существовали всякие блохоловки, там, ловушки. Конечно, да. Специальные, да, такие штучки. И собачки тоже еще были, по-моему, на это дело натренированы. Господи, как подумаешь об этом времени. Слушайте, а вот что я хочу спросить? Взять античность. Вот почему такой фактически 15-18-вековой провал? Ведь какая была культура тела, культура бань римских? Христианство? Христианство. Плюс к этому распространение безумное вот этих пандемий. В Европе не были приняты вот эти бани с высокой температурой. А в теплой воде, причем зачастую в одной и той же воде мылись, там, скажем, хозяин, слуги. То есть заражение было очень необычайно распространено. И поэтому, очевидно, вот как бы стали стараться этого избегать. Слушайте, вот мы все время говорим о Европе. А если посмотреть сейчас на другие культуры, мусульманская культура, там довольно такой сильный культ чистоты, там иначе формулируется идея чистоты? Да, действительно, там как-то восточные отношения совершенно иные. Потому что, скажем, в Корее и в Японии, например, часто перед домиком для уединения строили сад камней, чтобы можно было медитировать. Люди превращали это место в сад. Не сад в отхожее место, как поступали часто в Европе, а вот наоборот. Они понимали, что это очищение, это возможность в спокойной обстановке взглянуть. Ну, если книжки нет, почитать, то можно походить. Да, взглянуть на звезды. Вы знаете, вспоминается, раз мы заговорили о разных культурах, помните советский анекдот о том, что такое чукотский туалет? Да, это вот две палки, одну втыкаешь в землю, в землю вешаешься. На одну шубу вешаешь. Да, а второй отгоняешь волков. Второй от волков отбиваешься. А между тем у народов Севера были свои, закрепленные тысячелетиями гигиенические привычки, которые вписывали их в окружающую среду. 30-е годы 20 века. Советская власть решила приучить северные народы к гигиене и принесла им мыло. Поначалу аборигены ели эти скользкие бруски, пахнущие земляникой. Люди с большой земли терпеливо разъясняли, каково истинное назначение мыла. Дети льдов начали умываться и умирать. Ученым потребовалось немало времени, чтобы понять, что святые для цивилизованного человека правила личной гигиены смертельны для жителей Крайнего Севера. Смывая природный жировой слой, аборигены лишали себя защиты от переохлаждения и иссушения кожи. Традиционно они моются максимум раз в год. В те редкие дни, когда солнце немного согревает землю. Их повседневный туалет заключается в натирании тела тюленьем, рыбьим или медвежьим жиром. Во время этой процедуры они и очищают кожу от загрязнений. Вы знаете, тот вывод, который я из этого делаю, это то, что чистое тело человека создается в процессе выхода человека из природы, в процессе модернизации. И вы знаете, вот мне здесь очень интересен вопрос о теле советского человека. Советский проект, он ведь был в большой степени гигиеническим проектом, да? Вот это все-таки имперский некий такой проект, культ здорового тела, здорового духа. Причем это не только советское, это и некое такое универсальное. С моей точки зрения, потому что если вы взгляните на всю вот эту живопись и скульптуру Третьего Рейха, это тоже самое вот это здоровое тело. Лени Лени Рефеншталь, вот эта классическая форма, вся эта Олимпия. Прямые такие совершенно рубленные тела, хорошие, красивые профили. Это, очевидно, вот как бы потребность времени. Мне кажется, что произошла некая коллективизация тела. То есть тело становилось общественным достоянием. Тогда же возникают санатории. То есть здоровье, твоя чистота, твое здоровье, это не твой личный проект, это дело государственное. Люди отправляются в санатории, людей принуждают мыться, им делают ванны. Помните тот Маяковский? Это белее лунного света, прекраснее, чем земля обетованного. Это, да что говорить об этом, это ванная. Рассказ Ивана Козырева, литейщика о вселении в новую квартиру. Да, 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 требование Ленина поставить вопрос на заседание Политбюро о несоблюдении режима дня некоторыми его членами, потому что их здоровье является не их личным достоянием, а достоянием, так сказать, общественным. Хорошо вспомнили, как Ленин решал этот вопрос. И ведь действительно в Советском Союзе вопросы чистоты решались на самом высоком уровне. Запах советского человека должен был обсуждаться в Кремле. Накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, благоухающая духами коти, даже герлена. Так Валентин Катаев описывал высший тип женщины, небожительницу времен НЭПа. Еще не опустился железный занавес, иностранные фильмы шли на экранах СССР, и идеалом девушек стала голливудская кинодива Мэри Пикфорд. Но уже в 30-е начинает создаваться принципиально иной облик советской женщины. Она должна во всем отличаться от своих буржуазных сестер. И пока модницы западного мира скупают новинки от Герлен и Коти, в магазинах СССР взволнованно интересуются, есть ли духи, мыло и кремы фабрики ТЖ. Аббревиатура звучала таинственно, но расшифровывалась весьма прозаически. Трест – жиркость. Производство парфюмерии и косметики в Советском Союзе было налажено железной рукой Иосифа Сталина. В начале 30-х жена Молотова Полина Жемчужина обратила внимание вождя на плачевное состояние парфюмерно-косметической отрасли, которую она возглавляла. «Парфюмерия может приносить большие прибыли и очень нужна народу», – говорила Жемчужина. Но есть одна беда. Для производства парфюмерии и особенно косметики нужны жиры, а их на эти нужды почти не выделяют. Сталин решил проблему просто – передал косметическую парфюмерную отрасль в ведение наркомата пищевой промышленности. Как и во всем остальном, в парфюмерном деле Советский Союз должен был оказаться впереди планеты всей. И этого достигли. Если не качеством, то количеством. Уже в 30-е годы СССР производил парфюмерии больше, чем Франция. Многочисленные рекламные плакаты призывали покупать духи, мыло, зубные порошки, треста, жиркость. Продукция ТЖ была настолько популярна, что стала синонимом косметики вообще. В народе даже появилась частушка. На губах-то же, на щеках-то же, на бровях-то же. Целовать где же? Впрочем, ответ в духе суровой советской морали не заставил себя ждать. Девушки-красавицы, вы не мажьте рожи. Лучше запишитесь в Союз молодежи. Подчеркивалась не эстетическая, а именно гигиеническая роль косметики. Умение пользоваться ею преподносилось как часть общей бытовой культуры, как и привычка мыться каждый день. Плакаты 30-х призывают идти в баню после работы и начинать утро с зубного порошка. Мой додыр Корнея Чуковского на много лет становится самым популярным детским стихотворением. Мылом, 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 мылом умывался без конца, смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. Вопросы гигиены не случайно так озаботили руководство страны. Индустриализация привела к перенаселению в городах, и незнание элементарных правил гигиены могло стать причиной эпидемии. Впрочем, одна только пропаганда не могла улучшить условия жизни. У миллионов советских людей не было возможности не только пользоваться духами, но и регулярно принимать душ. Ситуация изменится только, когда появятся хрущевские пятиэтажки, и люди переедут из бараков и коммуналок в отдельные квартиры с собственной ванной. Тогда мыло душистое и полотенце пушистое станут гораздо доступнее. А лучшим подарком советской женщине будут уже не духи Теже, а настоящие французские. Вообще, очень хороший сюжет, такой типичный. Сталин, отец народов, утверждает ароматы. А вы знаете, что еще из сюжета? Майдадыр. Я великий умывальник, знаменитый Майдадыр, умывальников начальник и мочалок командир. А ведь это же, помимо прочего, заявление о власти. Это власть гигиены. Он гонится за этим мальчиком, он принуждает его мыться. Это как парафраз медного всадника. И тот же самый медный умывальник за ним скачет. И настигает. То есть гигиена – это власть. Ну, естественно, да, конечно. Это в каком-то смысле власть над телами. И, собственно говоря, если говорить о цирюльниках, которые тут возникали, то важно, что действительно отделение профессии докторов происходит в XIX веке. Да. И доктор становится как бы таким, ну, не знаю, там, соглядатым, что ли, постоянным человеком. Потому что на тот момент действительно вот этот вот взгляд врачебный, такой контролирующий врачебный... По фуко, да, археология врачебного взгляда. Собственно говоря, это тогда и возникает. С опасностью, да, вот что микробы вокруг. Связан, например, даже такой факт нашей повседневности, что, скажем, стиральные машины... Ну, стиральных машин тогда, конечно, не было, но вот как бы вот все эти вот предметы, которые в туалете концентрировались, они из таких золоченых и шикарных, и каких-то еще становились просто белыми. Потому что белые, как бы, это такой вот цвет... Ага. Цвет гигиены. Цветы, да, и гигиены. Это было просто дешевле. Были и расписные, и украшенные лепнины, и позолотые. Все это сопровождалось еще громкими именами. У нас на выставке был выставлен комплект, который назывался «Гладиатор». В историческом музее проходила выставка, куда король пешком ходил. Выставка имела просто совершенно оглушительный успех. Очевидно, потому что это вот одна из тех тем, которые, если не абсолютная табу, но, по крайней мере, затрагивается мало. Тем не менее, это некий такой вот повседневный аспект жизни, который людям был необычайно интересен. Развращаясь к теме диктатуры чистоты. Вот мне кажется, что действительно нигде диктатура чистоты так не сильна, как в Америке. Вот сравнить, скажем, британского лорда. У них же очень часто лопнувшие воротнички, потрепанная об шлага рубашек, рубашки чиненные и перечиненные, мешковатые штаны, зубы не в полном порядке. Зато у американцев все вот с иголочки. Отутюженные костюмы, белые воротнички, зубы блестят, многое на силиконе. И это далеко не случайно, что в Америке с ее культом чистоты произошла великая социально-гигиеническая революция. Подгузники сменились памперсами. В начале нового тысячелетия французские социологи опубликовали список 30 изобретений 20 века в корне изменивших повседневную жизнь человечества. Наряду с компьютерами, самолетами, телевизорами, джинсами и жвачкой в него вошли одноразовые подгузники. С древних времен люди пытались решить проблему младенческой гигиены. Подгузники делали из болотного мха, конопли, шерсти. Потом детский мир завоевала марля. В это время американский химик Виктор Миллс обзавелся тремя внуками. Смена пеленок и их стирка сводила ученого дедушку с ума. И тогда Миллс придумал одноразовые подгузники из впитывающих материалов. В марте 1959 года началось массовое производство этого изобретения. Первый подгузник назвали памперс. От английского слова «пэмпер» – баловать или лелеять, изнеживать. Людмила, а вот памперс – это социальная революция был, да? Не только такой медицинской, гигиенической? Ну, конечно, как и всякая революция, он, наверное, имел много разных подспудных течений. И, разумеется, я думаю, что в каком-то смысле это было частью такого проекта по освобождению женщины от гнета бытовых проблем. Потому что ей, конечно, было гораздо проще ухаживать за младенцем, если она имела под рукой пачков с памперсами. И, конечно, это, наверное, связано с волной уже феминизма, который на тот момент явно совершенно набирал силу. Вот Америка с её культом чистоты, с её, так сказать, вот этой глянцевостью, гламуризации тела – это что, дорога будущего? Мы будем идти по пути всё более чистого, гладкого тела? Нет, но это вот… Я нахожусь в неком таком ужасе от того, что я вижу, потому что вот этот западный мир, он, конечно, уходит в некую такую зону вот этого покупай, покупай, продавай, продавай. Вот всё, что не укладывается вот в этот силиконово-стероидный стереотип – это всё плохо. Духовное несколько отбрасывается вообще. Потому что вообще западного человека больше интересует вопрос «как жить?». Если вот, скажем, с моей точки зрения, русского человека всё-таки больше волнует вопрос «зачем?». Ну вот мне как-то так немножко это всегда… А в русском контексте надо мыться. А зачем? Ну, что и требовалось доказать. Любой российский и русский разговор выводят на вершины философии мысли о небесном предназначении России. За сим позвольте поблагодарить наших гостей Людмила Алябьева, историк моды, и Дмитрий Пузаков, научный сотрудник Государственного исторического музея. Ну, а я от себя хочу сказать, что мне не нравится вот эта вот тенденция, как выразился Дмитрий, на стероиды и на силикон. Вся эта гламурная вселенная. Представьте, что те же самые герои, иронии судьбы или слегким паром, пошли не в баню, а в спа. Сложилась ли бы так вот эта вся коллизия фильма, если бы они пошли в спа? Мне ближе по душе простая русская баня. Потому что в ней снимается то противоречие, с которым боролась европейская культура полторы тысячи лет. Противоречие между духом и телом. Потому что в бане ты очищаешься и душой, и телом. И понимаешь, что в здоровом теле здоровый дух. Это была программа «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. До встречи на телеканале «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова